Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и это канал, на котором вам будут говорить исключительно правду по поводу того, что происходит в игре. Поэтому, если вы за честность ютюбера, если вы за честные обзоры, если хотите видеть машины такими, какие они есть на самом деле, без заливания вам в глаза чего-либо, то обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас. Второй раунд аукциона и на втором раунде аукциона главной машиной, соответственно, будет десятка и в нашем случае это Супер Конкуайр. Давайте посмотрим, что разработчики в принципе выложили. Буквально пару минут обновился аукцион, старые машины ушли и на удивление у разработчиков абсолютно ничего не получилось с первым раундом, потому что там были настолько неинтересные тачки, что из семи машин разобрали только две. Все же остальные машины просто были сняты с продажи, потому что никто их не захотел покупать. И даже тот же очень супер расхваленный, я не знаю, остается ли он здесь в конце, да, вот он, револьвер, которого рекламировали все ютюберы как супер крутую тачку, более двух с половиной тысяч машин из трех тысяч было не раскуплено игроками. Ну, потому что игроки, наверное, тоже не дураки и собственным мозгом обладают. За что им, кстати, отдельный респект, что вы не всегда ведетесь на поводу у ютюберов, которые рекламят все, что не попадет. Что у нас на второй волне? На второй волне у нас WZ-112-2. За 7000 стартовых ни в коем случае не вздумайте брать себе данную машину, потому что особого фана она не доставляет, она мало чем отличается от других подобных машин. И тем более, ребят, если вдруг у вас есть WZ-111, WZ-112-й ледяной, видите, оговорился, просто потому что это та же самая WZ-ха, или вдруг, вдруг у вас в ангаре стоит WZ-110-й проходной, то ни в коем случае не берите. Потому что WZ-110-й проходной лучше по многим показателям, чем эти премиумные тачки, а эти три премиумных машины тупо одинаковые между собой по орудию. Да, они отличаются броней, но все равно WZ-112-2 сразу в топку и не обращаем внимания на данную машину, как сильно не снижалась бы цена на данный тяжелый танк. ИС-2Ш, буквально недавно я выложил обзор на данную машину и сказал, что данная тачка хуже, чем Крайслер. И если вы на предыдущей волне не взяли себе Крайслера, потому что вы считаете эту машину недостойной находиться в вашем ангаре, ни в коем случае не ведитесь на ценник по ИС-2Ш, как низко он бы не опускался. Поэтому, ребят, тоже не обращаем абсолютно никакого внимания. FCM 50T. Машина морально устаревшая и 4,5 тысячи, навряд ли кто-то захочет за нее отдавать, но в целом порой играется неплохо. Это просто огромных размеров средняя машина, которая пробивается всеми, кому не лень, но в то же время обладает довольно-таки приятным орудием. Короче говоря, ребят, если где-то Endok 1000 за 3,5 чисто в коллекцию, можно брать. Но уж точно не за 4,5 и за 4, наверное, тоже не рекомендовал бы. Лорейн 40 тонн. Барабанный монстр, который действительно круто может разносить всех, кого не лень, но опять-таки, размером приблизительно с FCM 50 тонн, полностью картонный и имеет крайне долгое время перезарядки барабана. Поэтому, друзья, на него и ценник такой. Машина на сегодняшний день уже абсолютно никому не интересна. И если и покупать данную тачку, то за 4,5 и то, если прям совсем заняться нечем. А вот теперь, ребят, переходим к 3 тачкам, которым вам действительно стоит присмотреться. STG за 6,5 тысяч. Я не уверен, что же за 6,5 тысяч многие захотят его брать, но у меня есть STG и я очень им доволен. Мне нравится данная машина. Он действительно обладает очень комфортным, классным орудием, если не брать в учет углы склонения. Но к ним тоже можно привыкнуть. И за 6 тысяч я бы рекомендовал к STG присмотреться получше и, возможно, даже приобрести себе, если вы любитель ST-шек. Но будьте готовы к тому, что машина с задним расположением башни и поначалу будет играться немножко дискомфортно. К-91. Машина просто имба на 9 уровне. Один из лучших тяжелых танков на своем левеле. И, ребят, обладает крайне комфортным, приятным барабаном. Да, 3,5 секунды время перезарядки между снарядами в магазине немножечко будут вас беспокоить. Но только поначалу. Поверьте мне, когда вы привыкнете к этому КД, вы будете фаниться и кайфовать на данной машине просто до умопомрачения. Единственное что, ценник в 10 тысяч, ребят, он завышен. За 10 тысяч машину продавали в составе комплекта. Здесь же будет голая тачка. Поэтому я рекомендовал бы вам подождать хотя бы 9 тысяч. Ну а в идеале, ребят, не гоните лошадей. Не раскупайте машины сразу, как только волна открылась. Дождитесь второго снижения цены. И там уже, поверьте, машин, в принципе, хватит всем. 3 тысячи тачек выставляется на продажу. И, ребят, если смотреть на пример того же самого, горячо мною, теперь уже любимого, поскольку я все-таки купил себе его, типа 57-го, пускай не супер крутая тачка, но он вполне спокойно достоял до ценников 6 тысяч. Это восьмерка, и со второй понижайкой я себе его с удовольствием купил, и машин еще оставалось доброе количество. Поверьте мне, если вы не будете гнать лошадей, то К-91 вполне спокойно может дождаться цены в 8 тысяч, и за восьмерку его однозначно стоит брать. По-честному, положа руку на сердце, если вы любите играть на верхних уровнях, и для вас не важен именно 10-й левел, то на К-91 можно будет с удовольствием играть, если вы его купите даже за 9 тысяч. За десятку все-таки дороговато. Ну и супер конь, зеница всего, что здесь сейчас выложено, это 10-й уровень, коллекционка 17 с половиной тысяч, для него абсолютно приемлемый ценник. Но тоже не торопитесь, дайте возможность цене снизиться, я больше чем уверен, что ценник упадет ниже, и будет машина за 16 косарей уже буквально через 24 часа. Поэтому не торопитесь, и за 16 косых я с удовольствием, вообще никак не стесняясь, я не знаю, не боясь каких-то осуждений, могу рекомендовать данную машину к покупке для средних танкистов, коим сам являюсь. Друзья мои, все обзоры на данные машины будут добавлены мной обязательно в виде ссылок в описании к данному видосу. Вот прямо сейчас переходите вниз в описании, увидите там ссылочки на честные обзоры на тачки, которые выставили на продажу. Ну а если хотите увидеть все вживую, то приглашаю всех желающих сегодня вечером в 18.00 по ЦЕСТ, либо в 19.00 по Киевскому времени, на прямую трансляцию, где я сделаю абсолютно честный обзор на все машины, которые есть сейчас на второй волне, и вы сами все увидите, как они играются вживую. Я побежал снимать видео специально для вас, жду вас на стримчик, подписывайтесь на канал прямо сейчас, не теряя ни секунды, ставьте лайки, пишите ваши комментарии в поддержку моего канала, чтобы я смог начать нормально конкурировать с теми мастодонтами, которые оккупировали YouTube. Я стараюсь специально для вас, и поверьте мне, на этом канале вас никогда не обманут. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.